Уважаемый Сергей Иванович, уважаемые участники штаба, еще раз озвучу цифру. У нас на сегодняшний день зарегистрировано 4386 случаев заболевания. Среднесуточный показатель темпа прироста составил 1,9%. По России этот показатель равен 1,1%. По Дальневосточному федеральному округу 1,9%. В структуре заболеваемости у нас изменений с понедельником особо и нет. По-прежнему у нас активно заболевает более активная часть населения. Это работающее население от 30 до 55 лет. В этой группе у нас регистрируется более 60% случаев всех случаев заболеваний. Если сегодня мне опять начнут говорить, надо все закрыть, чтобы не было заболеваемости. Ну хорошо, мы закроем. Тогда скажите, на какой период нам надо закрыть, чтобы у нас исчезла заболеваемость? Сергей Иванович, нам не нужно дополнительно ничего закрывать. Нам нужно соблюдать меры в тех организациях, учреждениях, которые работают. Мы проверили 30 предприятий и учреждений за неделю. В 50% есть нарушения. Какие меры предприняты для того, чтобы эти нарушения были адекватно оценены? По нашей части везде или составлены, или составляются протоколы. И что? Но мы просим. Вот понимаете, я в течение месяца слышу, что составляются протоколы. И что дальше? Какое наказание хоть кто-то понес? Посмотрите, что творится сегодня в автобусах, в общественном транспорте. Посмотрите, что творится в магазинах. Особенно в крупных, сетевых. Сергей Иванович, нарастающим итогом с середины мая проведено проверок 11,8 тысяч вместе с муниципальными органами власти и уполномоченными структурами. Сколько из этих проверок выявлено нарушений? Значит, информация следующая по нарушениям. 982 требования выставлено об устранении нарушений. Это по муниципальным проверкам. Составлен 51 протокол. Правда? То есть у нас настолько все хорошо сегодня в торговых точках, что всего 51 протокол из 1200 проверок? Сколько приостановлено деятельности? Приостановлений деятельности не было. А почему? Во-первых, сначала мы делали предупреждение. Второй этап это административный протокол. Дела находятся в суде. Значит, сколько сегодня у нас подано в суд на приостановление деятельности? Нет таких еще. Значит, записывайте сегодня в решение протокола. Сегодня до вечера сформировать группы завтрашнего дня в плановом порядке ежедневно проверки учреждений на соблюдение противокарантинных мероприятий. В случае несоблюдения составлять бумаги или постановление, как правильно это звучит, подавать в суд на приостановление деятельности. С прямым обращением в суд рассматривать в первую очередь в течение первых трех суток. ...города, Сергей Иванович, докладываю. Вообще, у меня сразу есть предложение. Я с вами полностью согласен. Мы пассажира не можем заставить ходить в автобус в маске. У меня есть предложение краевого штаба, значит, включить пункт об отказе в перевозке лицам, не выполняющих соблюдение масочного режима при проезде на общественном транспорте. Потому что мы проверяем, и порядка из десяти, три-четыре человека без маски в автобусах, троллейбусах, трамваях. По автобусам... Все, Сергей Анатольевич, очень справедливое предложение. Я только удивляюсь, почему до сих пор это не сделано. Продолжение следует...